Проповедь 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 И Дух Божий Дары различные, но Дух один и тот же Служения различные А Господь один и тот же, действия различные А Бог один и тот же, производящий Все во всех Но каждому дается проявление Духа на пользу То есть Павел говорит им Вы понимаете, вы служите Творцу, Богу Израиля И Он Он Один И Он наполняет вас Единым Духом и Он делает всех вас служителями одной и той же цели, одной и той же идеи. Но, как в любом месте есть люди с разными подходами, разными талантами, Божий Дух дает людям разные таланты, разные дары, и Он говорит, действия различные, Бог один и тот же, производящий все во всех, каждому дается проявление Духа на пользу. Но, если говорить о разумном менеджере, это тот, который видит таланты разных людей на своем производстве, скажем, и может их собрать, и если Он дает каждому производить работу максимально в соответствии с тем даром, который тот имеет, то результат будет просто крутой, сильный. Почему? Потому что, во-первых, Он правильно руководит, во-вторых, людям нравится делать то, что они любят и умеют делать, то, к чему они лучше приготовлены, и получается хороший результат. В динамике Царства Божьего Господь заинтересован, как добрый менеджер, направлять нас. На самом деле, в определенной мере, это задачи и руководство общины, чтобы проявить и увидеть таланты каждого человека. Если у одного есть один дар, не стоит заставлять его служить другим даром, то есть и другие дары могут проявиться, но человеку приятно делать то, что в нем есть, естественный этот дар или сверхъестественный. И Павел говорит, и эти дары совершенно различны, но когда они работают в правильной динамике, в правильной организации, то результат просто потрясающий. Я вот говорю это своим русским языком, то, что Павел пишет здесь в переводе синаидальном. И он говорит, одному дается слово знания, одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Мы все вместе одно тело, но тело имеет разные члены. И вместе, когда мы знаем свое место, есть хороший результат. И он заключает такими словами, ибо все мы одним духом погрузились в одно тело, иудеи елены, рабы свободны, все напоены одним духом. И дальше он говорит, не стоит ругаться одному дарованию с другим дарованием. Он говорит, нехорошо, если нога будет говорить телу, я так буду, а рука важнее, а нога важнее. Он говорит, мы все завязаны, захвачены, чтобы прославить Бога, чтобы исполнить Его миссию на земле. И вот здесь вот есть целая перечень даров, которые дух проявляет в нас, знания и мудрости, истолкования языков. Вы знаете, я думаю, что это просто заголовки. То есть под каждым из этих заголовков можно еще целый креативный список составить, как дар знания, может быть, знания в этих областях, знания в тех областях, этих областей может быть миллион. И это все Бог производит. Так вот, один из даров это проповедь. И вот наша цель сегодняшней встречи, чтобы можно было, ну, в данном случае мне поделиться, как подготовить нормальную проповедь, чтобы это было эффективно, для чего, почему, кому это надо. А может быть, пускай Леон, Дима и еще там один-два человека проповедуют, а все остальные просто сидят, спокойно слушают и все. Подойдем сейчас к этому моменту. Но вначале я хочу просто чисто энциклопедическое пояснение оратора сказать. Что такое оратор? Для чего это ораторство? Оратор – это тот, кто произносит речь, то есть человек, который обладает даром красноречия или владеющий ораторским искусством. То есть это, вот это выражение, только понятно окрашенное немножко в духовность, оно применимо к любому проповеднику. Поэтому есть одни люди, которые могут проповедоваться, другие не могут. Но многие вещи учатся. Допустим, мы знаем историю про одного оратора, который имел много мыслей в голове, говорить плохо мог. И тогда ему подсказали, он набирал камни в рот, помните эту историю? И пытался говорить и выстраивать свою речь. И наоборот, кто-то на каком-то этапе думал, что у него только одна мысль в голове проходит или две. Как поесть и как поспать. Но потом, когда он окунулся в Слово Божье, вдруг его прорвало, и это как бы очень мощный инструмент, наполнило мысли знаниями. И человека повело к месту, где он стал тем, кто стал выражать правильные мощные идеи. Если кто-то из вас смотрел интересный фильм про, как он называется, король говорит, да, король говорит, как во время войны королю Британии, который в то время должен, ну он только зашел на престол, он был ужасно косноязычный, мало того, он заикался, то есть у него были значительные проблемы с этим. И, ну, наверное, что-то подобное. И на каком-то этапе человек, который помогал ему выстроить речь, который, да, этот человек даже не был признан той ассоциацией, как врач, логопед или чего-то, но этот король доверился ему. И на каком-то этапе, вот заканчивается фильм его такой знаменательной речью, которая вдохновила нацию на войну. То есть это не 10 человек настроить на что-то, это нацию в очень сложной ситуации настроить на войну. И абсолютно правильно, Данил, ты говоришь, Моисей. То есть человек, который имел какие-то заделы, веры, какие-то образования, то есть потом он пал, поднялся, упал, жизнь уже вроде уравновесилась. И вдруг в какой-то момент Господь призывает его, но невозможно повести за собой народ, потому что есть проблема с устами. То есть что-то нужно с нашими устами сделать, чтобы они наполнились даром красноречия, или чтобы они как-то завладели вот этим самым ораторским искусством. Опять энциклопедия. Значительная роль публичного оратора возможна лишь в демократическом обществе. Почему? Потому что там, где правит жесткая диктатура, все должны молчать. Но когда есть место, где каждый может сказать, поэтому ораторство как бы развилось очень круто в свое время Греции, которое было как бы основой демократии, это история. Известны случаи, когда человек, который владел искусством речи, он мог захватить власть. То есть он мог убедить. И такие истории даже нам показаны в Библии, когда кто-то начинал говорить, за ним шли люди. И иногда это было для зла, а иногда это было для добра. И написано в Новом Завете, как некто увлек на восстание людей, но потом это восстание было рассеяно, и все погибли. То есть человек, обладающий вот этим даром говорить, способностью захватывать других людей, это определенный инструмент. Только вопрос, в чьих руках он инструмент. И вот энциклопедия опять говорит, в Древней Иудее, в Древней Греции, в Риме ораторское искусство или риторика, это другая часть, профессия учителя ораторского искусства, ритора, это были вещи, которые были очень интересны, потому что люди вдруг почувствовали мощь, что здесь не просто нужно быть каким-то накаченным голиафом, когда ты можешь просто растолкать кого-то, но уста они могут строить очень много. Есть интересное место в Священном Писании про ораторство, но там оно записано несколько в негативном виде, и его можно понять лишь в толковании, конечно. Помните, есть ситуация в Бытие, когда написано, люди сильно размножились на земле, и в какой-то момент они начали строить Вавилонскую башню. Помните эту историю в Бытие написано? И там написано, не сказано, кто ее руководил, но легенды говорят, что это был человек по имени Нимрад, но про Нимрада сказано, в то время был человек по имени Нимрад, который был тем сильным звероловом, помните такие слова, зверолов пред Господом. Некоторые толкования говорят, что здесь говорится не о звероловстве, а об умении улавливать других людей словами. То есть он улавливал, поднял людей, как его имя обозначает восстание, мереда, Нимрад, он улавливал других людей словами, и организовал этот бунт, который закончился, мы построим башню, и ты нам не нужен, наше имя будет превыше небес, и ты нас в следующий раз не утопишь потопом. С приходом веры в языческий мир, веры в Ешуа, в Творца, очень многие спикеры или проповедники церковные стали пользоваться значительной властью, потому что могли здорово говорить. В истории нам рассказывают, это тоже было как к добру, как к козлу. Допустим, один товарищ по имени Петр Ди Альби, пользуясь своими крутыми способностями говорить, он увлек людей в крестовые походы, пролилась масса невинной крови. С другой стороны, были реформаторы, которые некоторые тоже были зачинщиками большой крови, но некоторые просто убеждали людей обращаться от греха, и с их подвижки, когда они захватывали других людей словами, многие люди пришли к вере. Ораторы. Я просто посмотрел, самые известные ораторы 19-20 века, и, к сожалению, среди этих людей очень мало добрых ораторов, а вот такие имена фигурируют, как крутых ораторов. Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, Ленин. Там есть еще несколько таких, другого направления, но это люди, которые имели дар, насколько важнее нам ходить в страхе Господнем, и, если мы используем ораторство, здесь как важно вспомнить слова, которые в свое время Яков сказал, немногие делайтесь учителями, потому что тем больше на себе понесете ответственность. Ораторство – это где-то вот с этой же самой области. То есть я сейчас дал как бы такое вот маленькое энциклопедическое введение, а сейчас буду говорить конкретно о проповеди, о проповеди, как проповедовать, как учить, как составлять проповедь, как подойти к этому вопросу, но хочу сказать, что, наверное, вначале стоит решить каждому, есть ли у меня этот дар. То есть у каждого есть свой дар. У каждого есть дар водительства, или мудрости, или знания. В определенной конститенции дар ораторства также есть у каждого, потому что, по крайней мере, ты в своем доме должен быть оратором. Если ты мужчина, у тебя есть дети, у тебя есть жена, ты не все решаешь просто кулаком по столу. Тебе нужно убедить, доказать, пояснить. Ты занимаешь какую-то рабочую позицию. Но оратор ли ты в общине? Знаете, я сейчас приведу пример, немножко далекий от ораторства, но очень часто у молодежи есть такой вопрос. То есть, они попробовали, ну, верующие молодежи, они попробовали с кем-то познакомиться, жениться, и у них не получилось. Ну, бывают, не пошли, не развились отношения, и люди сразу задают таким вопросом, а может быть, Бог не хочет, чтобы я женился. Вот написано, что некоторые должны быть, ну, с копцами там, или этими. И я помню, как один проповедник очень здорово сказал одному человеку, который говорил, да, нет, наверное, это не для меня. Он говорит, скажи, ты мечтаешь о жене? Он говорит, ну, да, но, наверное, это не для меня. Он говорит, а ты вот хотел бы всем своим внутренностью остаться один? Он говорит, нет, нет, это не хотел бы, но, наверное, это для меня, потому что ничего не попадает. Он говорит, смотри, если ты все время думаешь о том, чтобы жениться, и ты страшишься такого понятия к одиночеству, так ты точно не из той области, которая называется там одиночка, скопец, или еще кто-то другой. Просто ты должен найти свой вариант и пойти по этому варианту. Я хотел применить тот же самый пример к проповеди. Если ты слушаешь, тебе приятно, нормально, но если ты сам, идя домой, или вставая, или работая, в голове пишешь проповедь, и ты хочешь говорить, и ты обдумываешь, планируешь, анализируешь, даже представляешь, наверняка в тебе этот дар есть. И только вопрос, в какой пропорции и как его развить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова